Кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины перед зимой, Сибига. Россия готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины перед зимой. Речь идет об оборудовании, важном для безопасности. Об этом сообщает новости Украина, со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. По данным Сибиги в частности речь идет о возможных атаках на открытые распределительные устройства АЭС и подстанции передачи, поскольку они являются критическими для безопасной работы атомной энергетики в Украине. Поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия. Соответствующую информацию украинские спецслужбы уже передали партнерам. Проинформировано также МАГАТЭ, заверил Сибига. Глава МИД Украины напомнил, что Россия – единственная страна, захватившая атомную станцию в Европе, шантажируя мир. Украинская формула мира содержит пункт об обеспечении радиационной и ядерной безопасности. Мы призываем все международные организации и государства, уважающие устав ООН, предотвратить сценарий страны-террориста. Благодарны МАГАТЭ за решение о расширении миссий на ряде энергетических объектов Украины. Просим агентства, страны, партнеры и другие организации, как можно быстрее реализовать договоренности. «Призываем также обеспечить постоянное расширенное присутствие миссий на всех подходящих объектах», – резюмировал министр. Ситуация с АЭС в Украине. Российские войска в феврале 2022 года, во время масштабного вторжения в Украину, захватили Запорожскую АЭС. С того времени они постоянно подвергают опасности станцию, неправильной эксплуатацией или хранением на ее территории техники, боеприпасов и даже солдат. К тому же атаки РФ по Украине постоянно угрожают безопасности других АЭС. К примеру, дроны уже несколько раз пролетали в непосредственной близости от Хмельницкой АЭС. Недавно МАГАТЭ приняло резолюцию по ядерной безопасности в Украине. Россию призвали немедленно деоккупировать Запорожскую АЭС. Кроме того, МАГАТЭ расширит мониторинговые миссии в Украине. Наблюдателей отправят на объекты инфраструктуры, оказывающие влияние на безопасность АЭС. Продолжение следует...